Два общежития и 32 частных дома. Целый жилой район Витязева оказался отрезанным от центральных автомобильных артерий. Территорию крупного детского санатория и гостиниц огородили в целях безопасности, а объездной путь получился немалый. Договоренность достигнута с предпринимателем Валерием Димоевым. Он ведет строительство дороги, которая соединит Горького и микрорайон. Проект прошел, публичные слушания и с жителями согласован. Тем не менее, с Юрием Поляковым витязевцы делятся своим беспокойством. Моя просьба такая, та дорога, чтобы не закрывалась, оставалась пешеходная дорога. А вот нижняя дорога, как она будет? Вот эта, которая через жемчужную Россию. Предприниматель заверяет, дорога останется открытой, более того, проект предусматривает благоустройство территории вокруг. Вот как раз по проекту асфальт идет до конца, где машина стоит. Он там освежит немножко. Но до конца мы ее освежим. До конца освежения, по вашему поручению, которое было, и дорогу открываем жильцам, и всю эту дорогу асфальтируем. Въезд будет обустроен по всем правилам безопасности дорожного движения. Склон очистят и спланируют его зеленый наряд. Затем решится вопрос с ограждением и установкой детской площадки. Давайте дорогу, Леонид Иванович, сделаем дорогу, тротуар, потом доберемся до забора и до благоустройства вот этой территории. Не, ну, благоустроить надо. В забор повремене есть, да. Но лучше, конечно, со временем... Валисий, я вас прошу, уделите этому внимание, наведите тут порядок. Строительство планируют завершить в течение двух месяцев.